С тетей мой любимый! Что такое? Махаюсь! 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 Скажи привет! Скажи привет, трянечек! Я сказала, скажи привет, а не дели мне кофту, трянечек! Ну вот что это? Вот это что? Привет, друзья! Я снова здесь. Я соскучилась по съемке и монтажу видео. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Валя. Добро пожаловать на канал! И сегодня я думаю поснимать что-нибудь про повседневные дела. И, собственно, все! Спонтанный, спонтанный влог, друзья! Кто это? Что за замок? Что это? Ой, хороший! Тебе же нравится, да? Нравится! Ну что, малява? Это руль. Это не руль, джойстик. Это коробка передач. Поехали! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Конечно! Конечно, носичек! Ммм! Не жри меня! Прянечка! Ну ты же хороший котик, хороший! Ты от радости и грулисти кусаешься, да, Вич? Пока, пряничек. Я скоро вернусь. Спасибо. Всего доброго. Я забрала пряжу, которую я взяла для того, чтобы доделать свой новый свитер. Ну, от свитера, скорее, наверное, кардиган, называется очень копточка, которая накидывается сверху, поверх какой-нибудь майки или футболки. Получается, я сейчас вяжу восьмой моток и еще остается приличная часть, которую надо дошить, поэтому вот еще три мотка, получается, в сумме примерно 11 мотков уйдет на целый свитер. В общем, забрала свои коньки Джексон, я их пытаюсь продать. Могу оставить ссылку под видео, если кому-то интересно, продаю через Авито, через Авито-доставку. Вот, управляла на мою из потенциальных покупателей, но не подошел размер. Теперь, теперь, теперь поеду на Ламоду забрать вещички. Я заказывала целую гору вещей. Мне кажется, это самый большой заказ из всех, что я делала на Ламоде. Я заказала шмоток на 200 с чем-то тысяч. Очевидно, я возьму не все. Вот, я просто, я жутко ненавижу шоппинг. Вот, ходить по торговым центрам, что-то выбирать, это так утомительно, это, блин, кардионагрузка. Я ненавижу кардионагрузку. Вот, так что я обычно все, что заказываю из одежды, заказываю на Ламоде. Очень редко, когда покупаю что-то в магазине. И, очевидно, не все беру. Вот, так что пойду, пойду примерю, что она заказывала. Друзья, я потратила полтора часа на примерку. Это максимальное время, которое я готова уделить шоппингу. Но я купила несколько клевых вещей. Сейчас поеду домой и примерю там, что я купила. И зато покажу вам. Но это будет после того, как я. Пообедаю супер вредной едой. Вот. Что ж, теперь, когда мой живот увеличился до примерно третьего месяца беременности. Спасибо за это Макдональдсо. Самое время показать вещички, которые я купила. Первое, что я покажу. Во-первых, джинсы. Ну, тут нечего особо говорить. Какой-то неизвестной фирмы джинсы. Мне очень они нравятся. Мне очень нравится их цвет. Самая абсурдная покупка этого дня – это вот эта футболка. Она мне безумно нравится. Во-первых, мне нравится строчка желтая. Это выглядит очень интересно. Во-вторых, мне очень нравится принт. Это выглядит как земля Марса. Вот. Очень красиво, очень клево выглядит. Такая же она придолбанная на спине. Почему абсурдная? Вы спросите, друзья. Вот мне очень она нравится, и мне редко что-то нравится. Знаете, сколько я за нее отдала? Есть подозрения. Есть подозрения. Как там обычно блогеры говорят, чтобы увеличить активность подписчиков? Пишите в комментариях. Оставьте видео на стоп и пишите в комментариях, сколько вы думаете футболка стала. 15 тысяч рублей, даже чуть больше. 15 тысяч рублей. В плане денег, у меня вот как раз видео про покупку коньков. Некоторые спрашивали, зачем тебе такие дорогие коньки? Зачем тратится столько денег? Я ни у кого денег не занимала, не просила, заработала сама, не брала кредит и микро-займы. Так что считаю, что когда есть желание и настроение их потратить, то, пожалуйста, на здоровье. Вот, а еще я купила вот такую странную цепочку. Но мне кажется, она сюда подходит. Как думаете? Мне кажется, что подходит. Ну, просто так немножко разбавить украшениями. Образ, вообще я не люблю украшения. Я как-то не привыкла, что ли, к ним. У меня не проколоты уши. Я их прокалывала дважды в жизни, еще в детстве. Но два раза как раз я их проколола. Два раза сняла сережки на мероприятия, потому что нельзя было с ними выступать. И за полтора часа мероприятия все у меня заросли уши. Короче, вот. Вот такой первый образ. А пряник там ест. Еще одна вещь, которую я купила, это вот такая фрукка. От той же марки, что и предыдущая. Это дизель. Но это уже, к счастью, не настолько абсурдно дорогая. Еще и на скидках. Вот. Вот я еще хочу... У них есть такая же, только белая с красным принтом. Вот. Хочу еще ее взять, но ее не было в моем размере. Такая простая футболочка. Просто. Под джинсы. Да, просто угодно. Так. Ну, еще одна странная вещь, которую я купила. Это такой свитер с тигром, который орет. Пряничек пришел на распаковку пакетов. Хороший. Что это? Ты боксер у меня? А еще я купила кучу украшений, но часть из них я верну. В общем, вы уже видели цепь, которую я купила. Пусть будет. Дальше я взяла пару колечек, но я их сдам. Потому что что-то не легла душа к ним. Первое колечко это кольцо... Ну, это бижутерия, это не настоящее украшение на самом деле. Как там влогеры делают? О, работает приемчик. В общем, это кольцо с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга. Вот. Она в целом прикольная. Ну, а в целом и не надо, знаете ли. Вот, в общем, я его сдам. Второе колечко, оно двойное. Получается, снизу луна, сверху солнышко. Вот, но она идейно прикольная, а по факту исполнена очень посредственно. Следующая штучка, она странная. Писер, какие-то камушки, подвеска с сердечками и цепочка. Она в целом ничего, а в целом она и не надо тоже, как и с колечками. А я еще не беру, кстати, кофту от бренда Urban Tiger. Вот. Я ее не беру, она мне просто не нравится. У нее какой-то тусклый цвет, такой цвет мне не идет. Ну и последнее, что осталось, это какие-то заколки. Какие-то заколки, я не знаю, что это. Какие-то... Какие-то заколки. Сейчас посмотрим вообще, что это. Оно, как бы я не смогу его вернуть, потому что если я открою, то как бы все. Какие-то hairpin. Как они называются? Невидимки или шпильки, наверное. Да, шпильки называются. Ох, приятно что-нибудь отклеивать. Выглядит это вот так. То есть тут три заколки. Есть коричневая, прозрачная и бежевая. Вот. 3000 рублей, ребята. Блин, я иногда вообще, я иногда такую ерунду покупаю. Part of your hair the way you usually do, side or middle will work. Grab a section of your hair approximately with the fingers wide on each side of the part. With a twist with the sections around to the back of your head, where both parts will meet. То есть получается, надо взять какую-то прядку отсюда, что уже сложно, потому что надо еще вторую взять с другой стороны. Так, ну допустим, twist them, то есть скрутить и как-то поместить, видимо, между вот этими штуками. Когда-то поставить волосы. То есть это выглядит как-то вот так. Но мне кажется, что еще нужно как-то потренироваться, чтобы это было более плотное. Расскажу про еще одно влечение, которое я упомянула ранее в видео. Похоже чем-то на вязание, но не вязание. Это бисероплетение. Я накупила огромное количество бисера. Оно у меня хранится в таком ящичке. Это практически все либо бисер Мьюки, либо Тоха. Кто разбирается, тот знает, что это за бисер. Плету я на круглом бисере. Я делала просто браслеты из бисера. Когда бисер нанизывается на леску, там специальными приспособлениями закрепляется. Вот. И еще я научилась плести на станке. Это очень легко, это вообще не сложно, но это долго. То есть, это прям утомительно. То есть, в отличие от вязания, например, вязание оно само по себе расслабляет. То есть, это монотонный процесс, для меня очень расслабляющий. Тебе не надо особо думать при вязании. Очень редко когда ты строишь форму изделия. А вот с бисероплетением думать приходится. Я неоднократно рассыпала полностью изделия по полу кухни, где я обычно бисером плету. Вот. И недавно мне с трудом удалось получить заказ с Алиэкспресс. Я никогда там ничего не заказывала. Именно, во-первых, потому что долго ждать. А во-вторых, потому что я всегда представляла каким-то муторным процессом, что началось почту забирать. Так и оказалось. Мою посылку отправили на некого Николая Эша. Девушка, которая работала на выдаче и не особо углублялась в тему того, кому на самом деле отправлена была посылка. Хотя это было в итоге написано на самой упаковке, которую мне привезли. Мое фио правильное. В общем, через тернии я все равно получила. Вот я купила, ну, помимо разных разделителей таких колечек, очень удобная штука, всяких штучек для подвесок. Вдруг мне захочется сделать что-то с ракушкой. После мне 25 лет. Какой ерундой я занимаюсь вам. А я купила еще красивые буковки. Круглые. Купила какой-то разношерстный, разноцветный бисер. И мое, не знаю, мне кажется, у меня какой-то УКР. Потому что мне хочется это забрать. Я понимаю, что мне будет это жутко дискомфортно делать. Потому что это такая кропотливая работа противная. Но меня так раздражает, что они разных цветов смешаны в одном пакете. Это невозможно описать. Вот, еще я купила какой-то коричневый бисер. Вот, думаю, что-нибудь... Во-первых, сейчас надо это все рассортировать по коробочкам. Мне заняться нечем. Мне же... Вот. И я хочу что-нибудь из этого сплести. Но для начала мне надо все это расфасовать по коробочкам. У меня же много времени. Просто с этим удобнее работать, удобнее хранить. А не чем-то по отдельности. Так что я пока начну это делать. И еще по ходу расскажу одну историю, которая случилась со мной на днях. И она будет забавная. Но и с другой стороны, мне было за нее жутко стыдно. В общем, история такая. Я должна быть, по идее, в офисе в 9 утра. Но в целом я обычно приезжаю вовремя. Я только что рассыпала висер. И, естественно, коллеги мои меня ожидали в это время в офисе. А я не появилась. Я не появилась в 9 часов. Я не появилась в 11 часов. Я не появилась там в 12 часов. В час дня. Девочки, естественно, начали, мои коллеги, беспокоиться. Они такие, ну, мы не поняли вообще, что с тобой. Мы думаем, ну, мало ли что. Я обычно, если я по каким-то причинам не выхожу на работу, я об этом сообщаю своему руководителю, своему менеджеру. И никто ничего не знал. Причем я до этого вечером с коллегами общалась. Я общалась с родителями до этого. И все в панике. Они не понимают, что со мной, где я и вообще, почему у меня нет в офисе. Они, естественно, перебрали уже все возможные варианты. Проблема в том, что звук на моем телефоне был отключен. И я ничего не слышала из того, что мне приходило, из тех звонков, которые мне проходили. В общем, девочки дозвонились до компании, где я официально устроена. То есть компанию-агент. Дошли там мой адрес и контактные данные моей мамы. Звонят моей маме. Моя мама, они спрашивают ее, где Валя, вы не знаете, что с ней. Мама такая, нет. А у нее мама супер тревожный человек. Наверное, как и большинство родителей, но моя мама прямо особенно тревожная. Она просто, она паникует. Она такая, я не понимаю, что. Она уже думала, она уже откросилась с работы, думала ко мне поехать. И в этот момент, а на часах в этот момент, где-то половина второго дня, я просыпаюсь. Я просыпаюсь. Половина второго часа дня. И я вижу, и причем я проснулась, я думаю, я проснулась рано, наверное, слишком. Еще будильника я не слышала. И я такая, я полежу еще так 5-10 минут. В итоге мне надоело просто лежать. Я залезла в телефон. Я открываю телефон. И первое, что я вижу, это время. Меня как будто пронзил электрический разряд. Потому что одно дело проспать 14 часов на минуточку в выходной день. У меня такое частенько бывает. То есть я в выходные тоже ставлю будильник. Потому что если я это не сделаю, то пиши прощай. Я прослю почти весь день и ничего не сделаю. Это будет кошмар. Соответственно, я просыпаюсь. Я вижу тонну звонков и сообщений о том, где я, что со мной, как я, что-то случилось, не случилось. Я понимаю, что все очень плохо. Я первым делом звоню маме и говорю, что все в порядке, все нормально. Потом пишу коллегам на работу на кивали, мы тебя убьем. Но они, я понимаю, они не были очень злы на меня, но они очень полновались. За что огромное спасибо вам, девочки, за то, что вы так переживали за меня. Но мне было так неловко, так некомфортно от того, что я заставила важных, дорогих мне людей понервничать. Что мне было просто деться некуда от тревоги, от волнения, которые я в этот момент испытала. Я мигом собралась в офис, поехала. Я доехала до офиса примерно за час. По пути я еще заказала тортики для коллег. У меня есть любимая компания, которая производит тортики, это народный кондитер. Там просто фантастически вкусное все, вообще все. То есть еще ни разу не было такого, чтобы я что-то там взяла. И мне это не понравилось. Нет, три раза не знаю, что делать. Вот, я купила им тортики. И вот приехала на работу, получила эти тортики, пошла к девочкам. Естественно, я бы рассказала всю эту историю. И они тоже со своей стороны рассказали, что да как у них было. Там коллеги, которые с другого отдела тоже говорят, там, ты бы их видела. Как они переживали. На самом деле это жутко не смешно. Это прям кошмарно, ужасно. И вообще надеюсь, что больше никогда такого со мной не случится. Причем проблема в том, что я сплю так, ну, просто потому что. То есть я знаю, что у меня есть такая особенность, что я очень долго сплю. Я могу проспать 12, 4 часов спокойно. И если я не встану, там, после будильника, может, после повторов будильника, работающего будильника, то это проблема, потому что я дальше тоже, как бы, особо шустро не проснусь. Точнее, я проснусь, но очень-очень поздно, вот в какой-то трассе. Будильник не сработал. И сработала аварийная сигнализация у моих коллег. Опять же, за счет им большое спасибо за то, что они так переживают. И вообще они все сделали, чтобы попытаться меня найти. Вот только в 112 не позвонили, не успели. Слава богу. Вот. Вот такая вот история. И в итоге-то я приехала в офис. Я приехала в районе 3 часов дня. У меня как раз было достаточно дел, которое надо было сделать. Причем я опять рассыпала. Причем именно в офисе. С бумажками своими разобраться. Вот. И все. И все, я доработала. Я в итоге вышла из офиса где-то в половину 12 ночи. И я очень быстро доехала домой, потому что не было пробок, очевидно. Вот такая вот история. Я тут уже пораскладывала, дораскладываю вторую партию колечек. Это такие будто бы резиновые колечки. Из них часто делают браслеты. Может кто-то знает бренд хитрасплетения. Они как раз из вот таких штучек делают. Просто на самом деле себестоимость бисерных браслетов очень невысока. Даже если ты используешь какой-нибудь дорогой бисер. Если ты не используешь каких-нибудь прям супер эксклюзивных материалов. А так в целом бисерные украшения, они недорогие. Но та цена, которую заламывают за них в магазинах, в том же Козен-Дроп, например, он просто колоссальный. Я не понимаю, откуда берут столько. Вот. Поэтому как раз мне пришла идея в голову сама делать эти браслеты. Я сейчас понимаю, что скорее всего мне не хватит ячеек. Печально. Я постараюсь что-нибудь с этим купить. Кратко о моей неловкости. Вот почему я не так люблю бисер, как вязание. Ну вот. Я разложила все по ячейкам. Это тем очень удобно пользоваться в работе. Привет. Доброе утро. Доброе. 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 Друзья. Привет. Доброе утро. Я сходила сдать те вещи, которые я решила сдать в ламоды. Они в сумме были примерно 10 плюс тысяч рублей Я такая, сейчас верну назад свои деньги Я потратила еще 9 Кто-нибудь, берите у меня карту, пожалуйста Бежалуста Это не призыв к действиям, это крик души, знаете Короче, я недавно относительно купила себе просетский набор для маникюра и педикюра И он в целом неплохой, но в целом непрофессиональный У него даже нет станка, то есть это просто ручка на батарейках И самое главное, что в нем нет, это реверс То есть ты не можешь переключить вращение фрезы из одной стороны в другую Это жутко неудобно, особенно когда делаешь что-то для себя Вот, плюс я хочу сделать также ногти для мамы Короче, я купила почти целиком новый набор всего для маникюра У меня еще осталось очень много всего в доме родителей Потому что я раньше на первом курсе университета в школе Ну больше в универе на первых курсах Очень увлекалась маникюром, мне очень нравилось Я там и рисунки всякие делала И вообще очень увлекалась этим Вот, но у меня не было аппарата То есть я всегда делала обрезной маникюр Теперь у меня есть аппарат Я купила самый простой, самый дешевый Но хороший из домашнего, скажем так Из домашней версии аппарата У него есть ручка Ручка очень прикольная Она прям эргономично ощущается в руке У нее есть и форс, и реверс Так что вот я их купила Еще здесь где-то должны быть фрезы Да, тут есть те фрезы, которые шли в наборе Но я не доверяю фрезам в наборе Поэтому я купила кучу всех фрез, которые мне нужны Кстати, оцените кофту Я ее показывала в каком-то из предыдущих видео Как я ее делала В общем, вот Я ее довязала И она мне очень нравится Вот она вышла прям идеально В общем, вот Какие дела Я... Сейчас на часах сколько? Половина... Половина шестого сейчас? Вот И я сейчас сделаю брови Я крашу брови сама Это очень легко Сейчас покажу, чем делаю и как Вот А потом всем у меня встреча с моим другом Так Для того, чтобы накрасить брови, вам понадобится Первое Шампунь для бровей Он нужен, чтобы очистить брови от загрязнений И также подготовить кожу под бровями Чтобы она была обезжиренная И на нее легче носился пигмент Вам понадобятся краски Я использую краски от Bronsun Почему? Потому что раньше я ходила к мастеру Который использовал те же самые краски И я, собственно, их и купила Чтобы делать брови себе самой У меня оттенки 2 и 6 Я смешиваю их вместе Есть еще пятый оттенок Он делает брови более светлыми и более... Чуть более разжеватыми Вот Я думаю, что большинству русских девушек подойдет именно эта комбинация Также понадобится активатор Желательно их брать от той же марки И смешиваю я, соответственно, их один к одному количеству вот этих двух красителей И на всю эту массу я один к этой полной массе замешиваю активатор Вот Еще понадобится скошенная кисточка У меня самая простая, которая шла в наборе вместе с красками Полностью меня устраивает Понадобятся чистые щеточки для бровей Просто чтобы, когда вы краску нанесли И чтобы ее равномерно нести по всей площади бровей Надо использовать такую кисточку Естественно, воду с бровей мы обязательно снимаем Еще есть такой трюк, можно так сказать Когда вы только нанесли состав И подождали некоторое время И вам кажется, что все уже должно было сработать Скорее всего, особенно если у вас более сухая кожа Это не сработает идеально с первого раза И важно не снимать первый покрас водой То есть ватный диск при первом снятии краски мочить не надо Вы снимаете сухим диском краску Подкрашиваете где еще надо Ждете некоторое время И тогда уже смываете водой Теперь надо замешать состав Не бойтесь это делать сами И здесь вообще никакой науки не надо знать Очень простое действие Брови я не ламинирую Но если бы ламинировала, я думаю, я тоже это делала сама Потому что это очень просто Это не требует каких-то супер-купер-навыков Оксидант Оксидант, молоко Как выбрать количество оксиданта, нужное вам Оксидант, он разбавляет пигмент То есть он его активирует и разбавляет Что это значит? Что если вы нанесете больше оксиданта Вы получите менее яркий прокрас Я наношу один к одному Для меня это идеальное сочетание То есть смотрите, если я нанесу пигмента меньше, чем оксиданта То у меня будет более прозрачный оттенок Если я нанесу больше краски, чем оксиданта То будет более яркий цвет на глазах Я не знаю зачем, но я обычно жду немножко, чтобы краска с оксидом Как-то вместе сколабарировались И пока это происходит, я убираю ненужные волоски Готово Я не делаю какую-то особенно специфичную форму Для брови, форму своим бровям Я просто следую натуральной форме И удаляю те волоски, которые Ну просто кажутся мне лишними От самой высшей точки бровей К кончику сначала И затем перехожу к особенно нижней линии Нижней линии роста бровей Вот, и я наношу постепенно То есть я не наношу сразу весь состав плотно на бровь Я обычно наношу немножко Потом жду, пока он проявится у меня на лице Он типа темнеет И смотрю, правильно я прокрасила форму или нет Соответственно, что-то корректирую где-то в наши изменения Не надо никуда торопиться Мы не на перегонки делаем брови Мы делаем просто красиво Сколько по времени держится такая краска Зависит от состояния кожи От типа кожи У меня, например, кожа сухая На сухой коже любой пигмент смывается гораздо быстрее Чем на нормальной или жирной коже Так что у меня брови держатся след от брови По крайней мере от краски держатся, не знаю, может две недели Вот две недели я могу не подкрашивать брови Я закончила нанесение до первого этапа То есть пока я не снимала никакой краски Я слоями накладывала пигмент на брови Я думаю, что получилось всего слоев пять И я сначала, естественно, добиваюсь того, чтобы мои брови были равномерно прокрашены пигментом Прочесываю, чтобы вся краска легла равномерно Убираю остатки, которые вылезли за пределы бровей Мокрой ватной палочкой Потому что как раз мокрая Почему? Потому что вы хотите снять ее Поставлю будильник минут на десять И пока приду выпить чай с чем-нибудь вкусненьким Так, пришло время смывать Точнее, стирать Еще раз повторю Сначала убираем ватным диском сухим У меня уже брови потемнели сильно Смываем, смотрим, что осталось Так, но опять же, уже сразу видно, в каких местах дырочки В следующий раз Сейчас повторно Я буду наносить краску именно на них Когда я смою брови, они еще осветлятся Не переживайте, если при первом таком словам Вам кажется, что они очень темные Они такими не будут Вот, и берем краску И накладываем ровно на те места В которых есть пробелы Естественно, делаем это криво Потом приходится управлять Еще можно немножко растушевать влажной палочкой Зачало бровей, чтобы она не была сильно активная Все, ждем еще минут 10 И смываем Так, повторное включение Снова стираем брови И все, и мы видим, что все нормально Уберем ватный лист мочевой водой И все хорошенько оттираем Ну вот и все Получились две отлично прокрашенные брови Пока я приберусь У меня здесь небольшой бардак И немножко подкрашусь перед прогулкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты слишком далеко, ты можешь поближе подойти Пустит не он А, вот так нормально Да, у нас тесняшка, да, включилась Сейчас будет контент Какая походка? Сумбурная? Нет, сумбурная Я думал, ты пролетишь дальше, ну ладно Привет, друзья, еще раз Я вернулась в прогулки И мне надо приготовить еду на пару следующих дней Это будет запеченная под сыром курица Для этого в рецепте понадобится филе, цыпленка В целом можно взять и другое мясо Там можно взять говядину С говядиной тоже отлично получается Но я люблю больше курочку диетическую Говядину я ем редко, я обычно в виде стейка И сама их не готовлю Дальше нужен чеснок У меня не было возможности купить одну штучку Вообще нам понадобится всего 3 зубчика чеснока Может 4, посмотрим, насколько они большие или маленькие Вот так что особой надобности покупать такую упаковку нет Дальше мне нужен репшитый лук Мне очень нравится, какой вкус дает и чеснок, и лук с мясом Вообще люблю чесночок в каких-нибудь блюдах Так что вот, я думаю, что одной может быть полутора луковичек И хватит Вот, и также нужен сыр Сыр у меня обычный брест-литовский Я люблю, когда его много При этом я его не ем Я его отдаю родителям Родители обожают сыр, который получается от такого блюда А я обычно сыр плавленый не ем Ладно, я добавляю много И потом отдаю В общем, я беру классический брест-литовский сыр Он мне нравится Хотя многие говорят, что это невкусный Но мне нравится Вот, я его натру на крупной терке И посыплю им курочку Но прежде чем посыпать ее Я ее... Почему он такой? По чуть-чуть В общем, я ее полью майонезом Я думаю, что такая упаковка это очень много На самом деле здесь 390 мл Наверное, где-то половина упаковки уйдет на то, чтобы полить курочку Это дает ей вкус Очень вкусный Я люблю майонез Не в небольших количествах На самом деле, там, в тех же салатах Я прям минимальное количество Прям минимальное количество обычно кладу Но вот с мясом Оно просто, ну, получается вкусное Вот, никакие приправы, специи, соль я не использую Потому что майонез соленый, сыр соленый И не вижу надобности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...